О, да что вы, можно сказать, за так. 150 рублей две вот этих вот елочки. Какая прелесть. Борис Данилович с говорящей фамилией Мороз имеет 30-летний опыт общения с хвойными. Долгое время работал в лесничестве, а теперь продает благовещенцам новогоднее настроение. За что и получил прозвище Дед Мороз. О своем товаре может рассказать все, от порубки до упаковки. Они же ее сначала у тепла, у костра нагревают, приводят ее это, одну на другую складывают. Не повезет же ее раз это, там пять штук и не влезет. Они складывают их, складывают, складывают, привозят. Значит она в тепле, когда оттаивает, она принимает уже свой естественный этот. Какая она есть на самом деле. В день продавцам привозят около десятка деревьев. Те сосны, что успели пообтрепаться во время доставки, разбирают на ветки, которые тоже продают. Вместе с деревом на улице теперь можно купить и подставки. Самые прибыльные дни у торговцев хвойными – выходные. За них можно продать около 20 деревьев. Несмотря на растущую популярность искусственных елей, не все горожане согласны отказаться от хвойного запаха. У нас была искусственная, китайская, она как-то не то. А это что-то решил побаловать себя, как говорится, на Новый год. Посидеть под елочкой, подышать свежим воздухом и все. Побаловать себя и купить натуральное новогоднее дерево можно в 33 точках города. Список адресов ищите на нашем сайте tvgorod.rf. Цены, по словам продавцов, остались на прошлогоднем уровне. Самое маленькое дерево обойдется в 300 рублей. Максимальная цена – 600. Все зависит от внешнего вида, пушистости и роста новогодней красавицы.